Хмм, добро пожаловать, друзья, на прохождение игры Трансформеры Закалённые в бою. С вами, как всегда, Доцент, и мы продолжаем проходить особые спецмиссии. Клифф Джампер Акула, часть первая, просто плыви. И третья миссия, поворот сюжета, боссом у нас здесь будет Бладжан. Воители класс. Что там за поворот сюжета, непонятно, в принципе, как и непонятно название всех остальных миссий. Они вообще мало имеют, что общего с происходящим, но так или иначе. Команда у меня вот будет примерно такая, то есть будет у меня Оптимус Праймал и, разумеется, Гримлок. Он у нас здесь будет самой главной ударной силой против босса. Тем более, неизвестно, какие у него будут пассивки. Некротронуса с Мегатронусом убрал, особенно что-то как-то меня Некротронус в нескольких моментах удивил. Вы написали в комментариях, что он, оказывается, не восстанавливает здоровье. При спецатаках, что довольно крайне интересно. Вероятно, он ориентирован на сокрушительное подавление противника, чтобы изничтожить его прямо в кратчайшие сроки. До тех пор, пока он там, не знаю, накопит энергию или еще что-нибудь. Может быть, вот такой вот расчет у него. А может и нет. Ну так или иначе, надо будет посмотреть. А пока что вот с этой командой идем в бой. Прости, Магнус, ничего личного. Я просто пытаюсь завербовать армию акул, чтобы мы могли... А зачем нам армия акул? Для войны. Мы все на войне. Мы должны быть сильны. Меня беспокоит твоя компания, Глифф Джампера. Мне нужно доложить об этом Офтимусу. Да, скажи все. Пусть легенда о Клифф Джампере станет известной. Знаешь, из всех одинаковых зубастых кошмаров, которых я видел сегодня, ты мне нравишься больше всех. Мы не одинаковые. Есть множество маленьких, но уникальных деталей. И цвета у вас у всех разные. И цвета у нас у всех разные. Да. Ну, так или иначе. Мы сейчас не будем из себя супергероя корчить. Пойдем по этому пути, потому что, опять же, неизвестно, что из себя представляет Бладжан. И вообще, какого он тут забыл, собственно. Вот. Ну и выпустим Оренхайда. Разберемся со всеми шарктиконами. Вот как-то так. В кои-то веки шарктиконов вспомнили. О справедливости ради. А то они все время как-то были у нас этим, пушечным мясом. А тут они снова решили в сюжете появиться. Так сказать, тряхнуть стариной. Плавником. И да, они все-таки все разные. Ну, немного. В частности, спецатаки у них разные. Хотя, кому как не клифджамперу такие детали подмечать, учитывая, что он сам-то понахватал копирующих атак от разных бойцов, судя по комментариям. Ну, так или иначе. Двигаем дальше. Шоквейв. Разумеется, выпускаем Бролла. Надо сэкономить силы для финальной битвы, а то мало ли. Вдруг там Бладжин совсем до состояния Райдена из Метал Гира перейдет. И начнет там разбрасываться гигантами. Это было круто. Это было круто. Что-то под конец немножечко просто чисто рефлекторно, так сказать, удалось увернуться и... Не получить урона. Вот, знаете ли, мне вот хочется против него выпустить все-таки Гримлока. Учитывая, что тот идет на таран, этот идет... Ставит в крепость, так сказать. Любопытное будет столкновение. Так. Мой черед. Так. Гримлок в этом плане посерьезнее будет. А-а-а. Обмен ударами. Нормально. Тут самое главное подгадать момент на самом деле. Неудержимость. Вещь такая. Тут главное угадывать момент, но справедливости ради у Гримлока это будет посерьезнее, потому что он не получает еще урона в этот момент. То есть его прервать нельзя, он может сквозь атаку прорваться и при этом сам наносит урон. То есть в этом плане у него посерьезнее будет этот навык, хоть он и своего рода пассивный. То есть не так, как у Миража, у которого... Ой, Миража, господи. У Мотормастера, у которого ориентировано на какое-то действие, на атаку, этот больше от обороны работает. Эдакий эффект крепости какой-то. Игра? 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 Ладно, давай Все Нормально Вот это другое дело Так, ой, один из самых неприятных соперников Вот, прямо циклон Любитель прерывать любые комбо Вне зависимости от того, при том в каком он состоянии Рандомайзер стоит Каждые 18 секунд активируется в случайной бафатаке На 20%, максимум 10 зарядов Вы издеваетесь? Так, давай-ка, Айронхайд, попробуй все это дело До того, как он накопит 10 зарядов Нам тут лишние потери ни к чему Зараза Так Да ладно, у него еще и право первого удара Но его ошибка была дождаться спецатаки в два деления у Айронхайда Что-что, а эта атака у него всегда работает как надо Только если он не против Оптимуса Праймала сражается А вот этот вот один из самых неприятных Стрелял, так сказать В этой игре Против него перестреливаться Это та еще головная боль Надо стремиться навязывать ближний бой Ибо он, стоит ему один раз попасть Считай, все, перестрелял тебя Да, вот тебе и ближний бой Отлично Ах, зараза, помехи словил Ну ладно Вроде пронесло Так я не понял, я урон получил или нет Не, не получил Это просто какие-то помехи словил Забавно Ну че Финальный бой, да? Что-то далеко бежим Ух ё, семь с половиной Впускаем Праймала Следующее испытание знает, что это испытание Да Рой этих вредителей Меня завербовал И меня знают как того, кто прекращает жалкие жизни Такие, как твоя Он предупрежден? Но не я Как-то односторонне Я не подготовился Я уже устал с прошлых боев Война это не про справедливость Она про победителей Справедливость никогда не определяет победителей Это правда И еще очень серьезный облом В любом случае Ты готов сразиться за свое право Попасть к акулам, Бладжин Если ты спрашиваешь Готов ли я раскалать твою искру И посмотреть, как последний огонь гаснет в твоих глазах Да Я готов А кто тебя об этом спрашивает? Слушай Тебе нужно развеселиться Может поражение тебе в этом поможет Бой начинается Грызи, кроши И не останавливайся Рип и тир Until it is done Обалденно Так, ну Выбираем оптимуса праймала Два меча против одного меча Спецатака 3 Кровопотеря Ох Но Смотрите Выпускаем если гримлока То Кровопотеря Она Никак не скажется Ну, давайте сначала оптимуса праймала Посмотрим, что он скажет Тинг Хатс Ух ты Че? Это че было? Ничего себе Че тут столько эффектов Один удар Успешный только Выпустили лохматого Так Слушайте А вот это уже че-то начинает принимать дурной оборот На самом деле Ну окей Будет тяжко Чувствую я Будем перестреливаться Так Зараза И он в блок уходит Так Давай Слушайте Че у него за эффекты такие? Усиленная кровопотеря Урон Критический урон Пекло Броня Отчаяние То у меня тут отчаяние Это че сейчас было? Гримлок Я Опять как всегда Вот На миллисекунду И в комментариях пишут Какого-то хрена теряешь управление Я сделал один выстрел И после я отдал команду Чтобы он отошел Вместо этого он продолжил стрелять Весело Очень весело Вот и гримлок отъехал Он че-то какой-то жесткий Это че сейчас было? Это че сейчас было? Это Вы видали? Короче Смотрите Я увернулся А он просто Стандартной атакой Вперед идет И все Я увернулся И право первого удара У меня И расстояние Не слишком большое То есть Тут прямо 100% Верняк должен был я атаковать А у него меч Как-то повернулся И он короче Он попал все равно Вот это дела вообще Вот это круто Вот это очень круто Слушайте Прямо Что это за дебаф Такие тут Давай мираж Загнали его в угол Давай-давай-давай-давай Загоняем Зараза Ну Блин Мираж Короче Зарешал Вообще Пока там эти Отъехали Но Они реально Они Предыдущие бойцы Отъехали чисто Из-за каких-то Скрытых усилений И скрытых Подкруток В сторону босса Потому что Управление То что здесь теряется В битве С боссами И серьезными сопрянниками Это факт Это имеет место быть Плюс ко всему Вот эти вот моменты Право первого удара И прочее Они тоже подкручены То есть Тут как бы Никаких секретов Нету Просто про это Никаких не написано Так же как и не было написано В свое время Про кристаллы Где что Как открывается Какой шанс Ну и здесь То же самое Вот как-то так Но так или иначе Миссия выполнена Поворот сюжета Какой поворот Вообще непонятно Ну Это нормальное явление Для закаленных в бою Ссылки на плейлист Группу ВК Фейсбук Твиттер А так же на другие Круто интересные прохождения Снизу в описании Под видео Рекомендую К просмотру С вами как всегда Был доцент Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...